Говоря о страсти сребролюбия, святитель Игнатий Бринчанинов указывает на следующее её проявление. Любление денег, подарков, имущества, движимого и недвижимого, желание обогатиться, размышления о средствах к обогащению, мечтание богатства, опасения старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания, скупость, корыстолюбие, неверие Богу, неупование на его промысл, пристрастие или болезненная любовь к разным тленным предметам, лишающая душу свободы, увлечение суетными попечениями, модничество, присвоение чужого, лихва, займы под процент, жестокосердие к нищей братьям и ко всем нуждающимся, воровство, разбой. Но в наше время, когда призывы быть успешным, а значит красивым, умным, конечно же богатым, звучат повсюду, многие сребролюбивые поступки, как греховные, порой вовсе не воспринимаются, а скорее считаются как нормальные, а иногда и классные. Допустим, что-то плохо лежит, но ничего, легко взять. Или там деньги лежат, взять, подобрать. Хотя не броню, может, хозяин-то вот придет. Я уже не говорю о глубине вот этого процесса, на самом деле, очень глубокий, очень такой ответственный. Ну вот, о простых таких вещах. Или вот часто встречающееся такое проявление сребролюбия, как, ну, допустим, вот пресловутый тот самый бесплатный проезд, да? То есть мы понимаем, что для чего нужна плата. Это услуга, ты заплатил, тебя привезли, ты должен расплатиться. Вот, и это наш долг по отношению и к государству, и по отношению к своей совести. И когда кондуктор нас не заметил, и мы не заплатили, то вот, да, вот радость от приобретения этих 10 рублей, она показывает, что человек сэкономил, да, сребролюбие сработало у него, да. Ну, а так в таких вот обыденных проявлениях очень часто же это бывает. Особенно так, когда человек, вот особенно тогда, когда нужно чем-то поделиться, кто-то приходит и что-то просит поделиться. И вот эти вот сработки жалости к вещи. Или делюсь только тогда, когда у меня избыток, например. А что же так непросто? Господь же говорит, вот есть, тебе отдай. Вот прямо сейчас просит отдай половинку. А я не могу, моё мне осталось. Вот будет избыток, отдам, не будет, не отдам. Сегодня, когда мы исследовали себя, у нас появилась возможность заметить страсть серебролюбия в собственной душе. Страдают ей все, в большей или меньшей степени, даже монахи, давшие обет нестижания. И в житийной литературе можно найти немало тому подтверждений. Так в прологе в древнерусском житийном сборнике приводится такой пример из жизни монастыря святого Феодосия. Там, по уставу основателя обители, существовал обычай всем приходящим в Великий Четверг убогим, вдовам, сиротам выдавать по мере пшеницы, вина, мёда и по пять медных монет. Но однажды случился неурожай. Цена хлеба намного возросла. Наступил пост, и братья сказали игумену. «Отче, не раздавай в этом году пшеницу, нам самим её мало, и потом придётся покупать втридорога. Оскудеет наш монастырь». Игумен не хотел нарушать благословения основателя обители, приступать его заповеди. Однако иноки упорствовали и говорили, «Нам самим мало, не дадим». Опечаленный игумен, видя, что его увещания ни к чему не ведут, сказал, «Делайте, как знаете». Наступил Великий Четверг, и бедные ушли из обители ни с чем. Но что же случилось после? Вся пшеница в житницах заплесневела, испортилась. А игумен сказал братьям, «Кто приступает к заповеди, тот бывает наказан». Раньше мы раздавали по пятьсот мер пшеницы, а теперь пять тысяч мер погубили. И сделали двойное зло, и заповедь приступили, и надежду возложили на житницы наши. А надо было на Бога. Субтитры создавал DimaTorzok